Вот так цветными отпечатками своих ладоней молодежь Кустаная выступает против наркомании. Всемирный день борьбы с наркотиками – такой необычной акцией отметил Общественный фонд Перекресток и Центр Здорового Образа Жизни. Если не лекциями, то креативом они решили привлечь внимание к проблеме. Привлечь внимание общественности к этой большой глобальной проблеме. Если, например, раньше Казахстан являлся просто транзитом для наркотиков, то сейчас число потребителей наркотиков в Казахстане ежегодно растет. На учете в областном наркодиспансере сегодня состоит 3,5 тысячи человек, 26 из них – подростки. Детей в этом списке нет уже несколько лет, хотя раньше бывало и такое. Врачи-наркологи говорят, что эта проблема на самом деле серьезная, ведь от этой болезни выздороветь удается далеко не каждому. Банальное желание попробовать в итоге может привести к тяжелым последствиям. Как врач я могу сказать, что понятия выздоровления в наркологии действительно не существует. Существует понятие ремиссии, сформированной, стойкой, длительной ремиссии. Это тот период, когда человек отказался от употребления наркотиков. И вот если чем больше такой период, тем ближе мы к выздоровлению. Но самого такого понятия, как выздоровление в наркомании, в наркологии нет. По словам Ирины Жуковой, в Кустанайской области наркоманы в основном употребляют марихуану и героин. Причем, как отмечают врачи, наркомания с каждым годом молодеет. 70% тех, кто состоит на учете в диспансере – это молодые люди до 35 лет. Бороться с проблемой самостоятельно специалисты не советуют. Если человек принял для себя, что он стал зависимым, то без вмешательства медиков здесь не обойтись. Не надо прятаться, не надо думать о том, что вот мы сегодня все это в семье закопаем, спрячем, и мы с этим сами справимся. Сами не справитесь, потому что наркомания – это хроническое заболевание. Обращайтесь к специалистам, и все получится. И если есть желание, если есть путь, по которому идешь, всего пройдешь. Александр Стаканов, Елена Щегельская, РТН